Доброе утро, дорогие друзья! Здравствуйте, многоуважаемые телезрители! Как приятно осознавать, что, во-первых, Алина Спаская со мной сегодня в студии, а во-вторых, Новый год все ближе и ближе. Сегодня на календаре уже 21 декабря, как быстро бежит время, мы все ближе к самому волшебному празднику, мы вам не устаем это напоминать, но а пока все еще до него сколько, 10 дней получится, ровно 10 дней, да? Вот так вот. Начинаем обратный отсчет и начинаем это утро с новостей. Да, у нас Образцовый академический хор детства, ну, постоянно, да, в чем-то участвует, где-то выигрывает, и вот, как, собственно говоря, и всегда про них у нас новость для вас небольшая есть. Они у нас из Благовещенска, и они вновь радуют нас высокой победой. Как же без этого? Наши солистки стали лауреатом первой степени 8-го международного хорового фестиваля конкурса концертных программ «Придчувствие Рождества Христова», который проходил в Санкт-Петербурге. В конкурсе принимали участие более 50 коллективов, а это уже вторая победа Благовещенского хора в этом проекте. В прошлом году воспитанники ЦДШ и КНАУ в Каминской также стали первыми. Гордимся нашими юными дарованиями и искренне от всей души поздравляем их с этой победой. Ну что ж, вот такие вот прекрасные новости у нас с утра пораньше. Что ждет нас с вами в этом выпуске, сейчас узнаем. День горячего шоколада, день рождения кроссворда, день короткого рассказа. Сегодня в календаре дат немало интересных праздников. Также в нашей исторической рубрике расскажем о событиях Амурской области в разные годы в этот день. Стоимость этой рыбы высока, поэтому она является показателем статуса хозяина, о ком речь узнавала наша коллега Екатерина Талалай. Вместе с сегодняшними гостями будем говорить о безопасной встрече Нового года. Первой в студию придет Евгения Сергеева, специалист областного управления Роспотребнадзора, которая подскажет правила гигиены при посещении массовых утренников. Второй наш собеседник, спасатель Максим Ушаков, даст советы, как не попасть в беду, учитывая сильные морозы. И в завершении подскажем амурчанам, на какие новогодние мероприятия сходить в ближайшие дни. Ну а сейчас мы сделаем короткую паузу и посмотрим небольшой выпуск новостей. Совсем скоро вернемся в эту студию и продолжим наше утро. Доброе утро еще раз всем тем, кто смотрит наше утро на Амурском областном телевидении. В студии Алина Спаская, Алексей Риман, который обиделся на меня в прошлый раз за то, что я его не представила. Ну кто же его не знает, Леш? Ну кто тебя не знает, скажи? Уже все, если Алина Спаская, то рядом Алексей Риман. Ну да, но как бы лишний раз, почему бы и нет. Вдруг кто-нибудь подзабыл. Ну ладно, зато я знаю точно, что никто не забыл, так это то, что в этой части программы у нас праздничный календарь открывается и мы с ним знакомимся, поэтому традиции нарушать не будем. Итак, первый праздник. Сегодня, 21 декабря, отмечается день создания производственно-технических служб уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. И именно в этот день, в 1902 году, в составе главного тюремного управления Минюста России было образовано седьмое дело производства, ведавшее организацией работ ссыльных катаржан и заключенных, ставшее предшественником современного производственно-технических служб, учреждений и органов. Какой серьезный праздник, какие серьезные слова, поэтому мы, наверное, всех сотрудников просто поздравим и скажем спасибо за такое непростое дело. И по классике два коротких, один протяжный. Ура, ура, ура. Едем дальше. Следующий праздник. Это день рождения баскетбола. Ровно в этот день, в 1891 году, состоялся первый в истории баскетбольный матч. Ты любишь баскетбол? Ну, с моим ростом нет. И я. Но я в детстве играла. Я стояла под кольцом и забрасывала вот эти бичи. Иногда даже получалось. Да, я тебя поздравляю. Тогда это твой вид спорта, тебя с этим делом поздравляю. Мой праздник, да. Нет, мы поздравляем всех действующих профессиональных спортсменов. Да и любителей в том числе. Да, поэтому сегодня ваш день. К сожалению, на улице нельзя поиграть будет на спортивной площадке. Но что мы можем? Порекомендовать посмотреть какой-нибудь из матча по телевизору. Наверное, только так нужно поступать в такую холодную погоду. Ну или пойти в спортзал и покидать мячик в корзину там. Праздники следующие. Это уже праздники неофициальные. День пожимания лап. Давай лапку. У меня что лапка? Это про животных, наверное, говорится. День горячего шоколада. Нету. Ничего не могу предложить. Хорошо. Всемирный день наслаждения. Это мы наслаждаемся каждый день, когда записываем программу «Наше утро», а вы наслаждаетесь, когда ее смотрите. День рождения кроссворда. Ну тоже нет в наличии, но можно... Почему? Есть. Я взял с собой свой. А, да? Конечно. Мы сейчас будем решать. Вы присоединяйтесь, если у вас тоже дома имеется. Столица России по вертикали шесть букв. Москва. Молодец. Точно. Все, записал. Такая миниатюра небольшая. День короткого рассказа. Ну, собственно, это тоже происходит у нас каждый день. Мы каждый день вам о чем-то интересном и актуальном рассказываем. Пока все сходится. День повара японской кухни. Кто любит роллы, суши, вот эти все... Я. То, что в коробочках привозят. И я тоже. Так что можете сегодня себе заказать и себя побаловать. И день посмотрите на светлую сторону. Я предлагаю тебе посмотреть на меня, потому что я, как некое олицетворение светлой стороны, вот сегодня прям подготовилась к этому неофициальному празднику. Вот видите, дорогие друзья, сколько праздников сегодня. Так что выбирайте тот, что вам нравится больше. Я думаю, что это будет день повара японской кухни, скорее всего. И отмечайте его от всей души и с удовольствием, что самое главное. Ну, а мы сейчас с вами сделаем что? Правильно, заглянем в историю и узнаем, что случилось на Амурской земле 21 декабря. В проруби реки Зея искупались пловцы из Благовещенска, Райчихенска и Талакана. Залезть в воду температурой меньше 1 градуса спортсменов побудило областное соревнование. Участвовали 8 команд по 4 человека в каждой. По очереди преодолевали дистанцию в 50 метров. Все призовые места забрали жители областной столицы. В Благовещенске 7 Дедов Морозов и Снегурочек пришли на кастинг. Боролись за право поздравить амурчан на главной площади города. На самопрезентацию претендентам давали 20 минут. Среди конкурсантов были работники детских садов, школьные учителя, сотрудники праздничных агентств. По итогу конкурса отобрали 3 лучшие пары, которые выступили на открытии Снежного городка. В ДВОКУ провели конкурс снежных скульптур. Соревновались учащиеся всех курсов. Представили 11 работ. Военные создавали брутальные образы русских богатырей, танки, Деда Мороза рядом с Царь Пушкой и персонажей популярных мультфильмов. На дорогах Благовещенска работали полицейские в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. В этот день они останавливали не только нарушителей. Водителям, которые хорошо себя вели, старший лейтенант Мороз дарил шоколадки и напоминал о правилах дорожного движения. Этой акцией стражи порядка решили дарить Благовещенцам праздничное настроение. Перед историческим зданием БГПУ установили 15 искусственных деревьев. В вечернее время листья пластиковых клёнов светятся. Кроме того, на этом участке появились 17 ландшафтных светильников. На проведение работ выделили более 3 миллионов рублей. Элементы благоустройства установили, не спиливая живые деревья. Алиночка, любишь ли ты рыбу? Это вот эти странные вопросы опять, внезапно откуда-то появившиеся. Люблю и рыбу, и морепродукты. А вот сейчас рыба за твоей спиной, которая называется Араван. Я вот такую рыбу, знаешь, где видел? Где? На картинке сейчас, да? И ещё видел, знаешь, в гостиницах они плавают обычно. В богатых каких-то гостиницах. Потому что, кстати, стоимость этой рыбы начинается от 100 тысяч. А те, у кого у людей она живёт в аквариуме дома, это вообще считается состоятельным человеком, представляешь? Вот так вот. Ну мы-то с вами что, пойдём на рынок, купим киту, ну максимум, что-нибудь там, кишеча какого-нибудь, и нормально, вкусно приготовим и покушаем. В общем, всё-таки про Араван давайте вернёмся и поговорим. У нас есть как раз сюжет на эту тему. Наша ведущая постоянной рубрики «Живой мир» Екатерина Талалай кое-что интересное приготовила, поэтому предлагаю вместе посмотреть. Доброе утро. Сегодня мы вновь находимся в необычном месте Благовещенской студии аквариумных рыб. И сегодня нашим собеседником в кавычках будет такой вот молчаливый друг. А что же это за вид рыб, мы спросим у хозяина студии, Александра Меньшикова. Доброе утро. Молчаливый друг – это рыба Аравана. Чем же она интересна? Во-первых, это азиатская рыба, является признаком достатка, богатства, знати, и любой уважающий себя богатый азиат желает, чтобы такая рыба плавала у него дома либо в офисе. А если признак достатка, да, видимо, это очень дорогая рыба. Ну, скажем так, недешёвая рыбка. Цена на сертифицированную и чипованную Аравану начинается от 100 тысяч рублей. Ну, и, соответственно, чем рыбка больше, тем она, соответственно, дороже. То есть это можно считать определённой инвестицией в будущее. Чем питается наш друг? А нашего друга мы сейчас можем прям покормить, и, я думаю, можно даже заснять. Александр, вот вы её хорошо так или его, да, мы не знаем, кто это подкормили, тараканами живыми, а как в природе они выходят из положения, когда самим надо охотиться? Всё, что падает на поверхность воды, всё это большая рыба должна подобрать. То есть лягушки, насекомые, мелкие аптечки, всё, что ей поместится в её рот, всё она подберёт. Она прямо подпрыгивает из воды, да? Может выпрыгнуть, да. И форма рта у него, я смотрю, такая необычная, какие-то два щупальца как будто бы. Два усика, которыми она чувствует добычу, ну и рот повёрнут вверх. То есть это рыба, которая питается с поверхности воды. Аналог нашему амурскому верхогляду. Я обратила внимание, что здесь стоят какие-то необычные сертификаты. Это не дипломы, не награды, это что-то на английском. Александр, для чего? И там изображены рыбы. Это паспорта на таких рыб. Вот у нас в студии три таких зверя присутствуют. Вот на каждого свой паспорт. Так, напомните, где он у нас родился, откуда прибыл? Эти араваны приехали с Сингапура. Почему Сингапур, не другая какая-то рыбная страна? Сингапур очень плотно занимается разведением данных рыб. Там очень много ферм. Там есть выставки, которые они регулярно организуют. Ну и в принципе это Азия, которая стоит у истоков. Развитие в данной теме рыб, именно в Араванах. Я так понимаю, коль размеры у него будут довольно-таки внушительные, то и аквариум для содержания нужен тоже немаленький. Конечно, но здесь аквариум больше играет, наверное, параметр аквариума – это длина. Потому что рыба, вы видите, вытянутая. Ну и чем длиннее будет путь ее движения, тем для нее лучше. Ну и объем аквариума желательно литров хотя бы 350. А это размеры, вот если в длину, 350 литров – это сильно большой? Ну и вот этот аквариум соответствует этому объему. Немаленький, да, получается такой аквариум? Если наши телезрители вдруг захотят завести такого друга у себя в квартире, будьте готовы приобрести целый комод под аквариум. И, соответственно, аквариум размером с комод. Декабрьская суета не оставляет свободного времени, поэтому предлагаю вам прямо сейчас избавиться до конца этого года от ненужного, что, собственно говоря, сэкономит вам, ну, несколько минут в день, как минимум, точно. Прогноз погоды смысла смотреть не имеет, потому как холодно будет, ну, до конца года точно. Ну да, всегда говорили же, главнее всего погода в доме. Поэтому оставайтесь дома в эту суровую амурскую нашу зиму. Давайте посмотрим прогноз погоды, что там нам подсказали синоптики, до каких, до какой цифры опустится столбик термометра сегодня. Буквально на днях в детских садах, школах и учреждениях культуры области начнутся новогодние утренники, куда, конечно же, пойдут дети и их родители. Но важно помнить о том, что вирусные инфекции не дремлют, и если вдруг ваш ребенок простыл, то, наверное, стоит ему отказаться от посещений подобных массовых мероприятий. А может и не стоит, давайте сегодня поговорим о том, как соблюсти гигиену у нее, чтобы не подхватить ОРВИ, а также самому не стать переносчиком вирусных инфекций. Нам об этом сегодня расскажет наша гостья, начальник отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Амурской области Евгения Сергеева. Доброе утро. Доброе утро. Так, ну расскажите нам, да, мы все прекрасно понимаем, что если ребенок приболел, то лучше ему остаться дома, но из ваших уст это будет звучать как-то убедительно. Да, давайте проговорим основные моменты. Да, конечно же, Новый год – это самый любимый детский праздник, детки все его ждут, но, к сожалению, детки у нас болеют, и болеют в том числе и на Новый год. Конечно же, заболевшего ребенка отправлять на утренник не стоит. Во-первых, это нагрузка на сам детский организм, во-вторых, это небезопасно для окружающих деток, которые будут присутствовать на празднике. Кроме того, сами родители, которые присутствуют на празднике, должны быть, безусловно, здоровыми. Приходя на праздник, необходимо соблюдать респираторный этикет. То есть мы чихаем не в окружающих, а чихаем в ладошки, в которых находится у нас обязательно платочек. Кроме того, на сегодня учреждениям образовательно рекомендовано проводить утренний фильтр в усиленном режиме, проводить проветривание, соблюдать, проводить техническую влажную уборку и усилить дезинфекцию. Касаемо… Касаемо родителей, да, наверное, им стоит, если идут вместе с детьми, надевать обязательно маску. А лучше вообще отказаться от посещения? Да, прежде всего Новый год в садиках и школах – это праздник для детей. И, конечно же, лучше деток лишний раз опасности заражения не подвергать. Лучше, конечно, остаться дома. А если вы такие пришли, лучше наденьте маску. Но в любом случае, наверное, да, вот этот период зимний, холодный, когда все вокруг простужены, к сожалению. Так или иначе, лучше носить маску в любом случае, даже если ты не болеешь. Все верно? Конечно, конечно. Это мера профилактики. Очень хорошо, что это зарекомендовало. И, наверное, таким учреждениям, как школы, детские сады, вот вы говорили, что элементарно, да, проветривание, соблюдение норм температуры и так далее, всех осмотров, прежде чем ребенок отправится в группу или на праздник. То есть это не только в период конкретный этот, но и круглогодично у нас же сейчас инфекции-то не дремлют, как говорится. Все эти мероприятия, они так или иначе должны проводить. Да, конечно, все верно. У нас эти мероприятия проводятся круглый год, а в период праздников они просто усиливаются. Так, что касается, получается, всех вот этих вот атрибутов, да, маска там, руки мыть и все остальное, вот до утренника, во время утренника, после утренника, все, помылись там, вымылись и спокойно живем дальше. А вот как быть с костюмом? Вот его стоит после каждого утренника там, например, стирать или как-то обрабатывать? Да, у ребенка же бывают две-три елки, то есть одна в детском саду, другая там где-нибудь в театре кукол, допустим, да, и вот костюм, то есть он же там в него дышит, если еще костюм этот с головой накладной какой-нибудь, что делать с этим? Руки-то помыть-то это не проблема, а вот с костюмом как быть? А, ну касаемо костюма, то тут надо исходить из требований, которые предъявляются к самому костюму, то есть если можно его погладить, лучше после каждого утренника его погладить, то есть мы обработаем его высокой температурой. Паром хотя бы, да? Хотя бы паром, да, обработать его. А если можно его вывесить на мороз, можно вывесить на мороз его. Если можно постирать, к сожалению, не все костюмы можно постирать, они порой как бы, да, требуют только химической чистки, то лучше постирать костюм. А если ребенку подарили какую-то игрушку, там, мягкую или, допустим, условно, пластмассовую машинку какую-нибудь, например, понятно, что ее там все потрогали, и когда мы эту игрушку принесли домой, ее, наверное, тоже стоит обработать? Или там коробку какую-то, либо что-то еще это стоит делать, или это в целом не обязательно? Конечно, лучше игрушку помыть. Потому что у нас детки, особенно маленькие, это все, как правило, познают через рот, тянут все это в рот, конечно, игрушку лучше помыть. А если вот она мягкая, в принципе, мне кажется, уже давно не разрешено дарить, как правило, мягкие игрушки, да, особенно вот в учреждениях, детских садах, школах, что мягкие игрушки, они такие прям расточители инфекции наибольшие, что в них все копится, и вот потом от них проще заболеть, точнее, чем от других. Да, все верно. У нас сегодня в садике детки мягкие игрушки не приносят, как свои личные. И, в принципе, в садиках мягких игрушек у нас нет, потому что сложности возникают в их обработке. Как, все изменилось. В наше время просто вот так вот пакет с инфекциями тебе дарили, ты жил с ним, и все было нормально. Ну, сейчас времена другие. Давайте еще раз, все-таки, подводя итог, напомним нашим зрителям, да, что необходимо делать, какие меры профилактики, в принципе, соблюдать в период вот в этого ОРВИ, так называемого. И ребенку, и родителю, да. Во-первых, не ходить на массовые мероприятия с признаками простудных заболеваний. Это главное. Это самое главное. Если вы находитесь в таких местах, и рядом с вами находятся явно простоевшие люди, по приходу домой обязательно помойте руки, помойте лицо, и по возможности промойте нос. А если все-таки вот мы замечаем у себя первые признаки простуды, мы что должны делать? Ни в коем случае мы знаем не заниматься самолечением, да? Да. Дальше какие наши действия? Обратиться к врачу. А, ну, в принципе, все понятно. То есть, как бы все просто. И там уже врач конкретные обследования проведет, диагноз и так далее. Конечно, конечно, все верно. Вот так. Я думаю, что если вдруг вашему ребенку, ну, так мало ли сложится, что придется остаться дома вместо праздника, то каждый уважающий своего ребенка родитель, если ребенок, конечно, поймет, что он почему-то не пошел, хотя должен был пойти, если он уже понимает, да, что происходит, наверное, нужно как-то постараться со своими усилиями, да, сделать ему праздник дома, чтобы ребенок не остался с негативными эмоциями и в будущем потом не ходил к психологам. А самое главное, был здоров. Да? Да, все верно. Все, вот так мы и решили всей нашей дружной командой. Евгения, большое вам спасибо, что сегодня оказались наши гости. Мне кажется, ваши советы вот прям полезными были, да? Нас все посмотрят, послушают, прислушаются главные. Что самое главное. Да, и будут все меры профилактики соблюдать. Ну, а мы в продолжении нашего утра сделаем короткую паузу и посмотрим небольшой выпуск новостей. Ровно через 10 минут встречаемся здесь же и продолжаем наше утро. Приветствуем еще раз всех тех, кто смотрит наше утро 21 декабря на календаре. Студия Алина Спаска, Алексей Риман. И у нас все стабильно. Ровно к этому часу мы говорим всегда об одном, о самом долгожданном и важном, о звездном прогнозе на сегодня. Обновление домашнего и уюта – это вот то, на что нас сегодня настраивают звезды. Ну, может быть, это какая-то перестановка, либо ремонт, который вы все никак не можете закончить. Пора бы с ним распрощаться уже раз навсегда и все доделать. Либо, может быть, елочку сегодня стоит поставить, если вдруг вы еще не успели сделать это или украсть квартиру мишурой или какими-нибудь там бенгальскими огоньками. В общем, как-то сегодня уют в квартире сделать точно нужно. А еще сегодня звезды настоятельно рекомендуют заняться планированием. Вот если у вас уже заготовлена в голове установка на новогодние праздники или на проведение вот этой главной ночи в году, пожалуйста, возьмите ежедневник, выпишите ручкой, все вот это вот под пунктиками, тогда вам к концу года, а до его прямо осталось конца-то 10 дней буквально, станет значительно легче жить. Если вы вот себе все в голове своей и перед глазами разложите по полочкам. В общем, планирование штука полезная. Алин, полностью с тобой согласен и со звездами в том числе, поэтому ставим дома елку и планируем, какие салаты будем готовить. Ну, это если так, да, обобщить. Ну, а теперь предлагаю посмотреть более точный прогноз для каждого знака зодиака и узнать, что там звезды нам подготовили. Давайте посмотрим. Овны. Придется строго охранять личное пространство. Если готовы им пожертвовать ради своих интересов, то действуйте. Тельцы. В личной жизни может произойти нечто удивительное. Отнеситесь к этому спокойно. Близнецы. Удача не всегда улыбается широко, поэтому вам на нее уповать не следует. Опирайтесь на личные знания и интуицию. Раки. Вашими проблемами в этот день никто не будет заниматься, но это не страшно, ведь вы сами способны творить чудеса. Львы. Возможно, поддержка со стороны человека, с которым когда-то дружили. Оказывается, что все не так ужасно складывается. Девы. Придется выкручиваться из самых разных ситуаций. Этот день многому вас научит и выведет на верную тропу. Весы. Обращайте внимание на приметы, трактуйте сны и превратитесь в синоптика души, причем своей, а не других людей. Скорпионы. Вам не следует заниматься только своими делами и идти на поводу соблазнов. Вечером можете оказаться в центре скандала. Стрельцы. Контролируйте каждое свое слово и действие, пожертвуйте своим мнением. Козероги. С коллегами и друзьями не обсуждайте личные проблемы, пусть все остается за кадром. Афиширование сейчас ни к чему. Водолей. Предстоит оперативное решение вопроса, но в социальную инстанцию сходить все-таки придется. Рыбы, с утра займетесь истреблением собственных комплексов. Самолюбование – тяжкое бремя, особенно если другие вас видят в другом свете. В Амурской области установились довольно крепкие суровые морозы, которые, кстати, по прогнозам синоптиков, не собираются сдавать своих позиций. Впереди длинные новогодние каникулы. Это значит, что все амурчане массово поедут на турбазы, к соседям на дачу, а может быть даже кто-то в другой город. Вот, или на зимнюю рыбалку. В общем, как себя обезопасить в такие достаточно суровые морозы, мы поговорим с человеком, с которым я лично знаком очень давно. Это спасатель поисково-спасательного отряда главного управления МЧС России по Амурской области Максим Ушаков. А почему я с ним знаком? Может, Максим, это же вы мне постоянно смс-ки отправляете, что вот Алексей, завтра будет холодно, через неделю будет холодно. Лично специально обученный человек, да. Я просто к чему про смс-ки спросил, и действительно недавно пришло сообщение, что впереди ожидаются сильные морозы. Вот как быть-то, вообще как себя безопасно? Двое штанов, два тулупа, три шапки или что делать? Нет, ну ладно, а если ты куда-то поехал все-таки, как вот если у тебя замерзла машина, что делать? Отвечайте нам на все вопросы. Ну, во-первых, просто по погоде, да, постояли в окно, посмотрели прогноз, да, если там сильно холодно, то, возможно, такой вариант тоже сойдет, потому что, ну, если все-таки собрались идти, то есть одеться по погоде, если вы решили праздники провести за городом, да, то есть у вас, ну, длительная поездка намечается там, позаботьтесь о дополнительных теплых вещах, позаботьтесь о маршруте исследования, вообще, куда вы поедете, допустим, далеко, да, что, возможно, там где-то по пути есть какие-то кафешки, что в случае чего можно будет остановиться, пить горячий чай, да, просто элементарно согреться. А если авто вот все-таки замерзло, что с ним делать? Что делать с собой? Понятно, вы взяли дополнительный комплект одежды, а с машиной? Если у вас замерзла машина, так уже просто случилось, да, тогда вы просто звоните в службу спасения, объясняете ситуацию, объясняете, где вы находитесь, и ждете помощи. Вот, собственно говоря, и все. Служба спасения, напомним, 112. Да. Должны все номера знать наизусть. Я на всякий случай. Я вот хотел, знаете, про что спросить? Есть сейчас разного рода гаджета, или как это правильно назвать, не знаю, вот там, знаете, в стельки кладешь, и они там что-то как-то сами греются. Да, различные. Есть стелки, которые греются там за счет этих химических элементов, есть каталитические, так называемые, грелки, которые там химические элементы, его запускаешь, и он в варежках, можно его держать, он будет вам греть руки. Вот. Все они в магазинах продаются там, где для туристов. Это хорошая вещь, полезная. Хорошая вещь, полезная, она не помешает. По поводу согревающих напитков, да, давайте поговорим сначала про безалкогольное. Чай, кофе, это все желательно брать с собой. Конечно, да, если у вас есть термос, то желательно, чтобы он тоже с вами был рядышком. А вот еще есть некоторые люди, которые в термос наливают напитки, которые обычно подаются холодными, да, и эти напитки тоже считаются горячительными, вот, наверное, с ними лучше на улице вообще никак не злоупотреблять, иначе может произойти... Сто процентов, потому что, да, алкоголь, он будет ускорять ваш процесс гипотермии, просто ваш организм будет гораздо быстрее терять тепло. А хотя самому будет сказаться, что жалко... Ну да, вы же будете бодрые, это же обман мозга, и просто... Вот так, быть на чеку всем даже в такой ситуации. Хорошо, а если все-таки, к сожалению глубокому, произошло обморожение, вот что делать в этом случае? Ну, нужно срочно попасть в тепло, в теплое место, просто не нужно пытаться какие-то действия, многие даже слышали, что там разогревают и стегом там растирают, как бы не нужно этого делать, там, просто ничего хорошего, может быть, даже вы не довредите, но ничего хорошего тоже не сделайте. Скорее всего, если кожа уже замерзла у вас, покровы истончились, вы просто себя исцарапаете всего, даже может быть, себе хуже сделаете. То есть, клин клином вышибает, это не к тому поговорка, да? Не надо, это не этот случай, как бы нужно, во-первых, просто попасть в тепло. Если вы чувствуете, что у вас сильное обморожение, да, то есть, вы не чувствуете просто кожу в этом, просто прям чувствительности ноль, то, конечно, нужно обратиться к врачу. И он уже поможет, подскажет все это. врачи уже вам скажут, что и как нужно делать. Так, если мы заговорили на тему ужастиков, давайте обсудим еще один очень важный вопрос. Любители зимних рыбалок, да, выходящие на лед, и не проверив его на уровень плотности, ну, мало ли там, куда пошли, куда забрели, и, ну, не дай бог, конечно, под этот лед провалились. Как быть? И тому, кто провалился, и тому, кто стал очевидцем. Ну, я думаю, обычно там по одному мало, когда они, да, сидят просто рыбаки, они там увидят, помогут его извлечь, надеюсь, он тоже будет благоразумный человек, и не будет себе выпиливать там лунку 2 на 2 метра, правильно, чтобы в нее просто уйти с головой. Поэтому ему то же самое, как он есть в этой одежде, не нужно ничего снимать. Просто, как есть, его нужно либо там на машине достать в теплое место, либо ему двигаться, если он рядом живет просто, но обязательно в постоянном движении ты идешь до теплого места. Чтобы не застыть где-нибудь, или дышать. да, там просто ты переодеваешься уже в теплую одежду, пьешь теплый чай, теплая ванна. И забываешь, что ты все как страшно сон. Ну, нет, или обращаешься к врачу все-таки, мне кажется, это в наши суровые породы. Если ты почувствуешь недомогание, то, конечно, к врачу. А как человека достать из-за льда, который провалился под воду? Там же я просто знаю, что к краю нельзя подходить, что может тоже обвалиться. Если у нас это, допустим, сезон полыни, да, или становление еще льда, либо когда вот уже тают реки, то само собой не нужно этого делать. Если вы видите, что это человек, просто нужно внимательно, потихонечку, желательно ползком к нему подползать, дать ему часть своей одежды, куртку кинуть, например, просто и потихонечку вы за него подтягиваете друг друга, он будет себя вытягивать, помогает сам. Еще вопрос, один из самых таких ярких моментов в прямом и в переносном смысле нового года, это фейерверки, конечно, салюты, фейерверки, люди готовятся, люди покупают вот эти вот длинные палки, бенгальские огни. Какие правила нужно соблюдать с пиротехникой? Да здесь, наверное, вообще самое, да, простое правило, то есть это благоразумие, ты должен вообще понимать, что ты собираешься сейчас сделать и где. То есть не нужно ставить, а сейчас мы знаем эти пиротехнические заряды, они все очень сильные, там даже маленькие, когда хлопушечки, казалось бы, бахают, здорово, да, здорово бахают. Все слышат, как они бахают. Многозарядные различные всякие хлопушки, их тоже нужно ставить только на улице, исключительно, ты выходишь на улице, ты осмотрелся, чтобы, естественно, одоморф, чем дальше, тем лучше, ты должен понимать, на всех этих зарядах они указаны, расстояние, где ты должен, как его запускать. Подперечивать, над чем-нибудь. Само собой, да, детей мы туда не подпускаем, чтобы это все стояло стационарно, плотно и четко, и потом только, наверное, воспламенять. Но если вы не уверены, конечно, лучше, наверное, все-таки доверить само собой мужчинам. Мужчинам, кто умеет читать, что написано на упаковке, чтобы прочитать эти меры предосторожности и их соблюсти. И самое главное, нужно закрыть окна и окна на балконе, чтобы какой-нибудь снаряд, не дай бог, не залетел. Лучше это все делать на улице, выйти на улицу, потому что... Кто на улице запускает, я такой вышел и свои окна позакрывал. Да. С балкона запускать вообще ничего нельзя. Чтобы к тебе сюрприз не прилетел. Конечно, да. Можно еще выйти и замерзнуть на балконе, да? То есть у нас есть такие случаи. Нет, там-то одеться, это понятно. Все, мы это все разобрались с этим. Ну что? Додеваемся по погоде, даже если выходим на балкон смотреть фейерверк, естественно, если фейерверк запускаем, читаем обязательно инструкцию и окна закрываем, если кто-то уже начал его запускать на улице, а вы не хотите, чтобы ремонт свеженький на балконе как-то испортился. Максим, вам спасибо. Надеемся, что конкретно вашей работы в новогодние праздники будет как можно меньше. Спасибо. У нас в области до конца этого года запланировано огромное количество массовых культурных мероприятий. Но все-таки Новый год впереди, и если вдруг у вас еще нет того самого волшебного настроения, то самое время идти заряжаться в разного рода культурные учреждения. А вот в какие? В областные культурные учреждения. Их у нас огромное количество. И филармония, и театр драмы, и театр кукол, и общественно-культурный центр. Поэтому, друзья, смотрим афишу, выбираем понравившееся мероприятие. А вот где ее посмотреть, мы вам как раз сейчас подскажем в следующем сюжете от нашей коллеги Екатерины Талалай. Так, 15 декабря в АУДНТ открылась выставка «Новогодняя игрушка России». В экспозицию вошли эксклюзивные украшения от лучших умельцев со всей страны. Также АУДНТ презентует программу на одной из баз отдыха, которая за неделю до праздника в субботу и воскресенье превратится в резиденцию Деда Мороза. Это будет семейный праздник, где все организуют в русских традициях. С народными забавами на открытом воздухе, чаепитием из самовара, мастер-классами и подарками для детей, изделиями ручной работы амурских мастеров. Что касается главных театров области, их трупы по традиции готовят сказки. Так, в драматическом решили поставить летучий корабль. Плюс театр драмы в основном в своем репертуаре тоже предусмотрел спектакли для взрослых и можно будет в праздничные выходные дни посещать театр, наслаждаться игрой наших актеров. Театр кукол. Также готовят у них три программы, четыре даже программы, которые готовят они в этом году. Это спектакль «Терем Деда Мороза». Он начнется тоже уже в преддверии Нового года. Также театр кукол готовит спектакли «Мороз, котопотушки в валенках для самых маленьких» и представление старой сказки «Амурчонка» с хороводом возле елки с Дедом Морозом и Снегурочкой. Областная филармония, начиная с 26 декабря, дает старт ежедневным новогодним театрализованным концертом В конце декабря здесь же состоятся новогодние вечера для более старшей публики «Снежное лото». Традиционно 13-го в зале филармонии будут провожать Старый Новый год одноименным концертом, а 15-го амурские зрители получат рождественский подарок от камерного хора «Возрождение» концерт «Зима, Новый год, Рождество». Насыщенную программу готовят и в Амурском областном краеведческом музее. Там пройдут театрализованные мероприятия, квесты на зимнюю тему. Свою программу представит областная детская библиотека, квизы, книжные экспозиции, мастер-классы по изготовлению подарков и сувениров в разных техниках. Тех, кто не боится морозов, приглашают на уличное гуляние. В Благовещенске будет несколько таких точек. Начнутся мероприятия с 26 декабря. Это Парк Дружбы. Первое представление новогоднее, предновогоднее. Ежедневно с 30 декабря на площади Ленина будут проходить игры с аниматорами в период с 13 до 15. Также подготовлены новогодние, вечерние программы. Вся информация на сайте мэрии. Пожалуйста, мы на сайте министерства также разместим информацию о мероприятиях, о самых крупных мероприятиях муниципальных образованиях Амурской области. Мы прям расскажем обо всех. Два. Это не оценка нашего сегодняшнего введения. Это два утра осталось нам с тобой провести здесь в этой студии до конца этого года. Ну, без учета сегодняшнего. Сегодня этот четверг мы уже встретили, поэтому я, Алексей Риманов и Алина Спадская благодарим вас за внимание. Но осталось только следующей неделе и все. Ну, это нам с тобой. А вот мне без тебя еще, наверное, два плюс два и плюс два. Ну, ладно, Леш, я тебя не буду огорчать. Ну, это ты потом бухгалтерии расскажешь. Хорошо. Спасибо, что вы были сегодня с нами. Нам, как всегда, было очень приятно и радостно встречать это утро вместе с вами. Увидимся еще обязательно. Да. Алина Спадская и Алексей Риманов всем счастливо. Пока. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова